Но самое главное то, что мы взяли три очка у такой команды, как Краснодар. Потому что очковое наше состояние, оно было не самое лучшее. Игра, на мой взгляд, она равная была, она очень напряженная была. Много борьбы были, которую мы, игрокам, просили, чтобы они ее выполнили. Чтобы они не вязали большее количество единоборств Краснодару. Чтобы они играли в момент приема. Потому что Краснодар очень много таких техничных, квалифицированных игроков. И если играть с ними на расстоянии, то, конечно, шансов маловато будет. Это все выполнили ребята. Был какой-то отрезок, что мы проиграли. Но потом опять все-таки нашли в себя силы, характер. И, на мой взгляд, мы закономерно выиграли игру. У нас были еще шансы контратакующих действий. Ну, напряженный, хороший футбол был все. Немножко получше контроль должен был быть. И, конечно, все-таки, более мы должны аккуратно и внутри штрафной площади играть. И на ровном месте мы получаем 11-метровый удар. В углу штрафной площади необязательно это было нарушение. Я и на свой опыт опирался. Я смотрел предыдущую игру. Она мне запомнилась, которую играли дома. Наша команда еще с Олегом. А с Олегом я тоже советовался. Я буквально с ним вчера разговаривал. Во-первых, пожелаю ему, чтобы он побыстрее из больницы вышел. Здоровье. И чтобы он приступил к нам побыстрее. Команда на работу. А так советовался. И общее понимание у нас было. Хентий сегодня сыграл, на мой взгляд, очень сильно и хорошо. Он в напряжении держал центральных защитников Краснодара. Он давление оказывал. Он сыграл хорошо. Потому что был предыдущий матч, и он дал информацию на следующий. Предыдущий матч он где-то не понравился. Не мне, не Олегу Пашинину отдельных игроков. Поэтому появились другие игроки. Вот и все. Потом это еще Краснодар. Краснодар это своеобразная команда. Она лидер уже который год нашего чемпионата. Значит, должен был коррект быть немножко другой. Во-первых, я так видел эту ситуацию. В том, что нам нужен был не фланговый игрок, а нужен был игрок инсайдный. И как раз в этой позиции хорошо обыграл коломейцы. Он может это делать. Потом Майкон, на мой взгляд, подустал. Он еще так 90 минут, мне кажется, не может играть. У Локомотива всегда была перспектива. Потому что у Локомотива есть традиции. У Локомотива за спиной есть большая компания РЖД. Игроки от многих ситуаций, которые существуют в нашем футболе, защищены. Поэтому игроки это должны понимать. Они должны работать. И постоянно, каждый год завоевывать определенные титулы. Вот все, что я могу сказать. Ну, а какие Локомотивы за спиной? Конечно, они должны что-то выигрывать. Чтобы болельщики пришли. Вернуть болельщиков мы должны на трибуны. Будут так с душой играть каждую игру, как сейчас. Болельщики придут и будет полный стадион. Редактор субтитров А.Семкин